вот у нас как получается когда на первое лицо занимается каким-то видом спорта ну этот вид спорта у ну у элит точно становится модным вот помните ельцин теннис как бы вы же кстати тоже да я играл да да с николай играли играли да мы у меня в паре был гена бурбулис и мы с ним вышли в финал шляпы у нас есть победы но все министры все тогда играли и шамиль торпища в год лень мы с тобой 2 причем два человека тягачев и торпищев которые бы на были назначены павловым сергей павловичем нам исполнилось по 28 лет и мы стали главными тренерами сборной ссср на тот период времени это горные лыжи теннис да да то есть мы вместе росли и так я там стал играть в теннис после 2000 года у нас дзюдо и горные лыжи вода подачи я думаю может вы говорите скажешь чтоб он начал как-то футболом против против хоккея вы против хоккея так не как спорта в часа про петисово вспомню тогда для здоровья потому что я знаю проблемы со спиной в хоккее спина когда она движениях только на плоском и жестком это очень плохо для спины горные лыжи когда ты едешь что у тебя позвоночник работает по любому и врачи рекомендуют больше кататься укрепляется лучше позвоночник и конечно когда ты с детства играешь в хоккей то это одно а когда ты выходишь на площадку а вокруг тебя все облизывают и вот ударе вот тот это смотрится некрасиво и меня иностранные мои олимпийские чемпионы сказали леонид ну попроси президента чтобы он на катался на горных лыжах он красиво катается но футбол хоккей все на него играют немножко не так смотрится хотя он великолепно и самбиста дзюдоист он мастер спорта и заслуженный тренер и конечно то что я за последние скажем 20 лет вижу и видел конечно как он владеет лыжами и как он смотрится на трассе равных ему конечно нет это и если вон так не катался на горных лыжах и если бы мы не съездили в особые курорты и не встретились с олимпийскими чемпионами наверное олимпиады в сочи не было бы и